Продвигая вот этот нарратив о ядерной войне, европейские СМИ какую цель они преследуют? Все очень просто. На самом деле Европа понимает, что Россия может нанести первую удар. Европа цележит Руси оплате в Винникула Виттура Куарма Нуклеара. И они ждут этого. Чьи штабы сейчас случаются? Почему? Потому что в ядерной войне побеждает не тот, кто бьет первым, а тот, кто бьет последним. И уничтожить Москву, мы исторически это знаем, это мечта очень многих политиков в Европе. Деструйте мозг, где счастлив он висит мажор, а мутор по лечению на европейских. Спасибо. Тоже в продолжение темы, господин Двойников. Недавно появилась информация от главы ЦРУ, что вероятность применения ядерного оружия была очень высока в конце 2022 года. Как Вы полагаете, сейчас такие риски усилились, сохранились и усилились, особенно в контексте того, что украинские части находятся уже на территории Российской Федерации в Курской области? Конечно, усилились. Сто процентов усилились. Сейчас об этом постоянно говорится у нас в Бельгии и на всех наших каналах. Это говорит о том, что ожидается. Но что именно трудно в этом сказать. Ну, а провокация в формате между Россией? Ну, это все вам передут. Вот это, вот это очень... Извините, я задумался. Да, да, ничего, ничего. Вы меня сбили. Я забыл, что я переводил. Еще раз, да. Да, еще раз вопрос. В центре Вадона. Да, вопрос. Извините. Без караево и СРУ. Да, в конце, значит, недавно появилась информация от главы ЦРУ о том, что в конце 2022 года была очень высока вероятность применения ядерного оружия. И мой вопрос был, сейчас возможные риски применения ядерного, тактического ядерного оружия. Они сохранились или более того усилились, особенно в условиях того, что украинские военнослужащие находятся на территории России в Курске. Об этом открыто говорят и журналисты Западной Европы, и звук журналистов России. Об этом также часто говорят украинские политики. Проблема использования первого удара в такой ситуации, это то, что нам не совсем будет известно, кто это сделал. Но при нынешней ситуации и некоторой паранойи по отношению к тому, что Россия может сделать? Будет очень выгодно положить это на плечи русского правительства, российского правительства. Так что нужно продолжать говорить о том и поддерживать ту доктрину, которую в данной ситуации поддерживает Россия. Что ядерное оружие будет использовано только в том случае, если удар будет нанесен по территории Российской Федерации. Еще одно замечание по поводу западноевропейской доктрины использования ядерного оружия. Любое использование ядерного оружия на территорию государства НАТО разрешает использование ядерного оружия, что называется, «ен каскад», то есть ответ на мгновенная реакция. Пермитие утилизания аргумора Атомича к реакции моментанной партии в Университете стала блоковина. «До полного уничтожения противника». В российской доктрине это не прописано. «Доктрина Рушева, врача слуха, но есть стекла». Можно тогда вот в таком же, в этом же контексте, задать вопрос, связанный с запорожской АЭС? Сейчас и украинцы, и россияне обвиняют друг друга в том, что они наносят удары близ этого объекта. Украины и россияне, которые не могут снять, не могут снять, не могут снять, не могут снять. Какие риски вызывает вся эта ситуация? И если вдруг произойдет нечто, что приведет к аварии, взрыву или другим последствиям, связанным с разрушением этой АЭС, несет для Молдовы, Румынии и Украины как непосредственно близколежащим регионам, а также странам Евросоюза и, может быть, в более широких территориях. Здесь нужно различать две очень важные вещи. Тактический и стратегический удар атомным оружием или удар неядерным оружием, который задел ядерную станцию. Есть одна ситуация, то есть ловитка с армией конвенциональной, которая будет отвергать реактору в материи радиоактивной. Но ядерная доктрина не работает в случае если задета атомная станция. Доктрина атомная русская в Украине не будет использована в случае, когда будет отвергаться на станции нуклеарной и в случае дать вопрос о пост визавете станции к Курску. День Запорожья. День Запорожья. День Запорожья. День Запорожья. День Запорожья. Запорожья. Самый украинецкий. Пусть удавшая. Можно я ответил? Да. Вот в этом контексте сейчас будем говорить. Хочу узнать ваш ответ насчет Приднестровья. Учитывая того, что сейчас провоцируют Россию с помощью Украины и другие сценарии есть. Каким сценарием является Приднестровье, в чем заключается Румыния здесь и связан, как это может быть этот сценарий Приднестровья, чтобы провоцировать Россию и связано это еще с выборами, которые сейчас в Молдавии, то есть ждут они или вот как вы видите ситуацию. Как уже говорили мои коллеги, Как уже говорили мои коллеги, которые прекрасно выступили и многое уже что объяснили, что Приднестровье будет использована как провокация для начала войны между Россией и НАТО. По-моему, тут все понятно. По-моему, тут все понятно. Один малюсенький, одну малюсенький дополнительный вопрос. Да, он привалит инкосы, да. Да, либо господин. Либо господин.